Сергей Викторович, Ваш комментарий по игре? Опять сложный матч для нас, особенно начало. Не имеем права так начинать, играть в обороне. Но следующие два периода показало, что мы можем грамотно и правильно играть, быть на своих местах. Игра без шайбы оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, наших ребят с победой нашли пути решения, как забить, сравнять. Будем работать над теми аспектами, которые я уже упомянул. Спасибо болельщикам за крепкую поддержку. Готовимся дальше. Спасибо. Коллеги, Ваши вопросы? Сергей Викторович, с победой первый период сложился не в Вашу пользу, но в итоге смогли дожать соперника. Расскажите, что поменяли в игре после первого периода, что сказали игрокам в раздевалке? Ну, тут много, конечно, не скажешь. Но был виден парней на строй. Сами не ожидали, наверное, такого начала. Немного или много, но как-то все из рук валилось в первом периоде. Поэтому мы обратим серьезное внимание, почему так получалось. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по второму и третьему периоду, можно сказать, что в этом сезоне это были лучшие периоды с точки зрения игры в атаке, ну и по какому-то такому именно желанию, которого якобы ЦСКА сейчас в начале сезона не хватает, как многие считают. Ну, лучше и не лучше, наверное, со стороны виднее. В принципе, это то, что мы умеем делать хорошо. Почему только второй, третий, не первый? Все равно игра 60 минут надо с каждым соперником играть предельно, концентрированно, внимательно и настойчиво. Все готовятся под нас, все прекрасно знают, где мы были последние два сезона и как мы это все прошли. Поэтому, я думаю, все равно психология оставляет желать лучшего, как я уже сказал, особенно в наши первые периоды. Психология именно вот, ну назовем так, желанием играть и выкладываться и доставать из себя все или что-то еще дополнительное? Все слова, которые можно применить после желания, они там должны быть. То есть этого не хватает пока? Да, иногда не можем завестись с первых минут. Еще один вопрос, если можно, такой вот общий и, может быть, набивший оскомину в плане кризисности и так далее ЦСКА, но этот сезон, еще более, так скажем, вход в него более сложен по сравнению с прошлым, например, как вам кажется? Потому что вот этот антирекорд, четыре поражения в шести матчах, исторический как бы, о котором тоже говорят. Наверное, о чем говорить? Ну, на данный момент, наверное, вы правы, а там дальше посмотрим. Мы по делу проиграли те матчи, мы полностью сами в этом виноваты. Мы полностью понимаем, почему так случилось. Есть достаточно хороший разбор игры, всегда. Однозначно не ответишь на этот вопрос. Дай Бог, сегодняшний матч, второй и третий период, даст нам положительный толчок, чтобы играть все шестьдесят минут. Еще вопросы? Прошу, микрофон. Сергей Викторович, Владислав Каменев вернулся в строй и сразу в свое привычное звено, да, вот с Плотниковым и Акулым. Вот можно сказать, что сразу он как бы, ну, вот играет так, как и играл до своего вынужденного отсутствия? Не можно, а нужно. И он сыграл сегодня лучше, чем предыдущие игры, до травмы. Это факт. Рад за его, как бы, сегодняшнюю игру. Сыграл грамотно, сыграл короткими сменами, особенно поначалу, это было очень важно. И потом, видно, почувствовал игру, влился в игру и показал достаточно хороший уровень. Взаимодействие с партнерами и сыграл по месту очень хорошо. Но, как говорится, это, так сказать, первая игра. Мы будем, как бы, смотреть за ситуацией. Но пока его игра вызывает только положительные эмоции. Есть, можно, еще один вопрос, касается, опять же, овертайма и манеры игры ЦСКА. Понятно, что вы ее постоянно тренируете, наигрываете. Но вот с Кунь-Лунем получилось так, что человек забил из своей зоны пустые ворота. Сегодня у Чайковски был похожий момент. Несмотря на то, что 4 минуты вы практически все провели в зоне Спартака. Но вот был такой риск. Вот эти эпизоды, они как-то не влияют на дальнейшие ваши решения. То есть, может быть, просто еще больше контролировать шайбу или в какие-то моменты не применять вот этот способ игры 4 на 3. Ну, я думаю, можно сказать, сегодня я хотел, чтобы мы выиграли. Да, это риск. Соперник был близок, тоже забить. Тем не менее, результат в конце овертайма, может быть, надеюсь, снял какую-то нехорошую ситуацию с наших плеч. Мы сделали маленький шажочек вперед. Как я уже сказал, нам есть над чем работать, я уже упомянул над чем. Поэтому нам нужна была победа. Сегодня и сейчас именно в таком матче против хорошего соперника, быстрого соперника, который показал, что он здорово умеет играть. Первый период – это ответ на какие-то наши, может быть, еще моменты, где мы должны быть намного лучше. Намного лучше. Еще вопросы? Сергей Викторович, еще один вопрос. Пожалуйста. В целом, по вашим ощущениям, старт этого сезона, он на том уровне ожиданий, который вы себе наметили, или он все-таки чуть ниже этих ожиданий? Потому что вы сказали, вы знаете эти все проблемы, на которыми работать, и они, можно сказать, были запланированы отчасти всеми обстоятельствами. Ну, я имею в виду, кубком Гагарина и поздним выходом из отпуска. Ну, было бы странно, если я сказал, что все трудности, все поражения я запланировал. Если я правильно понял, конечно, ваш вопрос. Конечно же, мы ожидали другого старта. Конечно, мы хотели его. И ребята тоже. Но этого не случилось. Поэтому пока мы идем от игры к игре и стараемся быть каждую игру лучше в каких-то компонентах, которые мешают нам идти вперед. Что-то еще добавить очень сложно, но парни понимают. Но теперь надо это сделать и превратить в реальность, и играть так, как мы умеем и можем. Естественно, хотим. На победу. Если вопросов больше нет, большое спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.